Доброе утро, девочки мои! Здороваюсь с вами уже на улице. Всё утро сегодня бегом, галопом. Чё-то я это... Тормозила вчера, тормозила, ничего не делала. А утром встала, думаю, ну, сегодня же Настя у меня будет. Я сейчас, кстати, иду в школу за Настей. Вот. Ну и думаю, надо же порядочек навести, хоть там пропылесосить. И началось. Пропылесосила, постельное бельё поменяла, бросила стирку, искупалась, повесила бельё, позавтракала. В общем, потом дочка написала. В общем, короче говоря, время уже выходить. Думаю, а чё надеть-то на улице? Вроде бы как 19 градусов у меня пока на градуснике, но сегодня до 23. Но я смотрю, ветра нету, солнце светит. И, в общем-то, тепло. Надела футболку и кофточку сверху. Ничего так, нормально. Главное, что ветер не дует. И это хорошо, и это не холодно. Так, мне кто-то там пишет, пишет, пишет. То сын сейчас позвонил напомнить мне. Я помню, что надо внучку забрать. Дочка там пишет ватсап. Ой, короче говоря, топаю в школу, девочки. Родители на работе. Наташа вышла на работу. И я буду Настю забирать. Ну, к себе, может. В другой раз, может, к ней пойдём. Будем смотреть, чем будем заниматься. Пока за ней Наташа не придёт. Пока иду по солнышку, покажу вам тут небо. Видите, какое чистое. Вообще, вообще ни одного облачка нет. Но самое главное, что нету ветра сильного. Это хорошо. Был бы ветер, он был бы холодным. Ну, наверное, прохладным бы. Я так думаю. А я сейчас пока по комнате скакала. И аж мокрая всё было. Ой, короче говоря. Пока дома сижу, чувствую себя нормально. Вроде бы. Ну, как так, нормально. А сейчас вышла, я чувствую, что ещё пока... Ну, не до конца выздоровела. Температуры нету. Но ещё так, насморк ещё имеется. Уши ещё не отложила пока. Но это пока насморк не пройдёт, уши не отложатся. Они так и будут, как заложены. Такое ощущение. Ну, ничего. Вот так вот вышла на прогулочку прогуляться по воздуху. А погодка-то, девочки, всё-таки прекрасная. Прямо иду, наслаждаюсь. Так, не очень ли я быстро иду? Время у меня ещё есть в запасе. Я специально выхожу пораньше, закладываю себе время, чтобы не бежать голодом, не спешить. Так что я иду вроде бы не очень быстро, иду нормально. Ну, и классная погода вообще напоминает бабье лето. А может быть, это бабье лето уже и есть, я не знаю. Похоже, честно говоря, на бабье лето. Кто его знает? Пока что неизвестно, какая там погода наперёд. Но у нас вроде бы эта неделька должна быть такая, измеренная температура. Около 20-ти там. Ну, плюс-минус там пару градусов, может, будет. Ну, днём у меня окно открыто. Ночью форточку я оставляю. Шторками занавешиваю. Ну, я под одеялом, девочки, уже сплю. Тогда, когда похолодало, я достала одеяло. Теперь я под одеялом сплю. Где-то у кого-то пишут, отопление уже включили. Но у нас отопление обычно выключают 15 октября, в середине осени. И то смотрят на погоду. Так, пойти под тенечку там, что ли. Смотрят на погоду. На температуру среднюю, ночную, по-моему, они смотрят. Если там в течение трёх дней держится определенная там какая-то температура, не помню. Вот. Они тогда смотрят включить. Если будет холодно, холоднее, они могут на несколько дней раньше включить, даже на неделю. Вот. А если будет жарко, могут на несколько дней даже позже включить. Обычно вовремя включают. Так что у нас ещё до отопления месяц целый. Ну, чуть меньше. Вот погода, если будет держаться такая, это ж просто вообще благодать. Вот я сейчас иду по теневой стороне. Солнца тут нет. И хочу вам сказать, тепло. Тепло мне нормально. Комфортная такая температурка. И я хорошо, правильно оделась. Футболочку в свет, видите. Достала эту футболку. И кофточка. Всё шикарненько. Хорошо. Так, ну я уже почти пришла. Ну я думаю, что если я чуть-чуть раньше пришла, ничего страшного. Погуляю чуть-чуть. Подожду. Я просто не хочу, чтобы ребёнок меня ждал. Лучше я её подожду. Раньше приду. Вот. Надеюсь, Настя нам расскажет, что у неё там новенького в школе. Что интересного, надеюсь, узнаем всё. Посмотрим. Ну, а у нас ещё всё зелено. Зелень на деревьях стоит. Ну, некоторые листики уже пожелтили. Но в основном всё ещё зелёное. Прекрасное. Вот такие дворики у нас. С Настей можно было бы погулять. Только вот, я не знаю, чтобы она форму не испачкала. Нет у меня сменной одежды ей. Ну ладно, посмотрим. Всё. Всё будет. Не сразу. Всё. Я пришла как всегда. Ну, не как всегда, а просто пораньше. Родители уже ждут. И я тоже жду. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Привет. Подружка. Она очень хорошо. Всё. Хорошо, что у тебя подружка есть. Сегодня в школе так вообще смешно было. Вот у нас доска. Там были всякие нагулёванные. Там было солнышко. Там ещё что-то. И вот. И я сказала, что, типа, мы скоро будем что-то там делать. И Виктория Анатольевна такая говорит. Ой, типа, помойте доску. И там было солнышко. Оно было сверху. А мы не могли достать. Потом позвали Тимофея. Ой, не Тимофея сначала. Мы сначала позвали Полину. Не позвали, она сама пришла. Сказала, что сейчас достанет. Потом она вот так вот тряпкой бесилась. Тряпка вот там вот над нашей, ну типа, доской. Там у нас лампа такая длинная. И отверстие. А она зацепилась. И висела вот так вот на лампе. Потом мы... Потом пришёл Тимофей, нам помог. Потом мы говорим... А потом Тимофей уходит. Я говорю, Тимофей, я солнышко вытер. Мы просто не достаем. И он достал, вытер. Потом мы повытирали, повытирали. И там была пыльная. Мы не могли до неё достать. А там были девочки, там, пятиклассники, которые отучились уже с Викторией Анатольевной. И вот. И одна девочка нам промыла всё. Вроде всё было хорошо. Потом нам дали эти сложные тесты. Мы их подделали, подделали. Потом говорим, а уже всё? Нам говорят, ещё не всё, ещё математика. Мы уже думаем. Уже это не выделено. Потом нам дали там... Короче, потом мы достали учебники там разные, что-то там ещё. Там эстрады там разные. Ну и вот. Начали мы работать. Начали мы работать. И там, ну, мы работали, работали, работали. Короче, поработали. Ну, потом нам дали эти тесты. Я уже много раз про тесты говорила. Ну, всё. Потом нам сказали идти в этот коридор. Мы там переоделись, переобулись. И потом построились. И я уже вышла. И вот сейчас с вами был Павел. Молодец. Настя рассказала нам, как она провела сегодня в школе день. Ну, мы рады. Мы знали всё, как там, чего. Настя, а чего у тебя такой тяжёлый рюкзак? У тебя учебники там? Да. Книжки? Ну, придём домой, покажешь, да? Какие у тебя там книжки, что у тебя там за задания сейчас какие интересные есть. Уже дома расскажешь, да? Можно. Всё, мы сейчас идём прогулочным шагом. Ну, сегодня мы идём ко мне. А завтра посмотрим. Может быть, пойдём сначала к Насте переоденемся. Чтобы Настя уже не пачкала школьную форму. Чтобы можно было где-то погулять. Пока погода ещё нормальная. Может быть, на каких-то качелях. Просто, чтобы не пачкала. Сегодня у нас не получается. Нарядная, красивая такая костюм. Очень важно. Да. Кстати, заметно, что у меня... Такой костюм красивенький. Мне нравится. Да? Сейчас я Настю посниму, чтобы вы заценили. Заценили прикид. Вот такая красота. Ну, Настя... О, повернись. Красивый костюмчик. Всё такое. Всё такое прямо. Всё классик. Белая блузочка. Ну, просто красота. Молодец. Кстати, я в школе четыре пятёрки получила. Там моя подруга идёт, Ась. Молодец. В общем, у тебя уже эти пятёрок много, да? Сколько? У меня и бумажные. У меня, наверное, уже 30 штук бумажных. И, наверное, уже 50 печатных. Молодец. В общем, ты стараешься. Да. Молодец. Ну, бывает, не получается, но... Ну, если захочешь... И нам горит... Если захочешь, то получится, да? А нам ещё говорят вот так. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, Настя помогает бабушке картошку чистить чистилкой. Ну, вот, потихоньку получается. Молодец, умница. Давай, научишься. Самостоятельно будешь скоро. Так, сейчас нам Настя покажет, что у неё интересного в портфеле есть. Какие учебники, тетрадки, что у неё там. Сначала я вам покажу финал. У меня финал очень красивый. Смотрите, переливайся. Ух ты какой. Ну-ка, открывай пенал. Что в пенале, показывай. В пенале у меня... Давай, Настя. Карандаш. Цветные карандаши. Одна... Ой, линейка. Ручка. Всё, прекрасненько. Первая у нас... Да, вставай все тетрадки. Будешь нам показывать всё. И вторая. Вот это у меня математика. Вот это уже, видите, написано. Мы уже на... На... Получается, были уже... Наверное... Получается, на 14-й... Подождите. Мы уже, короче, много страниц уже тут побыли. Так. Ну, давай, например, посмотрим. Мне же интересно посмотреть, какие тут задачки у вас. Ты уже задачки тут решаешь, да? Да, мы как-то... Так. Вот это вот мы решили. Потому что вот это был задний, но он выйдет к переднюю. Я вижу, как стихотворение. Да? Красота, красота. Мы везём с собой кота. А что это... А, кто едет в первом вагоне? А кто в первом вагоне? Где тут первый вагон? Показывай. Это первый, да, вагон? Да. В расстоянии не успели себе повернуться. Это тут пылся. И ещё здесь нету сторочек. А кто в третьем вагоне едет? Собачка. Собачка в третьем. Первый кот, вторый собачка. Каким по счёту будет последний вагон? Посчитай. Последний это вот этот, да? Как он по счёту? Шестой. Шестой. Правильно. Понятно с этой задачкой всё. Вот такие у вас задачки тут. А вот это вот самая любимая задачка. Возьмите три круга, положи их в ряд так, чтобы красный был справа от синего. А вот это мы не учили. А зелёный находился справа от красного. Так, ну их же надо как-то это, в руках держать, наверное. Ладно, понятно. В общем, такие задачки интересные. Это там на «Зайчик просыпается», бывает, там сказку обсуждали. Вот это мы, это больше-меньше. Вот это мы обсуждали, вот это обсуждали. В общем, интересная книжечка. Так, теперь я вам покажу. А что тут в конце у вас? Что там? Таблица умножения? Мне кажется, я, если не ошибаюсь, мы таблицу умножения учили в первом классе, в первом классе только в конце первого класса. Вот, тут уже вижу. А, ну это примеры. А, ну вот таблица на два. Таблица на два, на три таблица. На шесть. Ну, у вас какая-то другая система будет, я вижу. Ну, ладно. А теперь у нас... А нам надо было зубрить наизусть таблицу наживили. Брали вот такую тетрадку, вот эту таблицу нам надо было учить наизусть зубрить прям. Смотрите, это мои пятерочки. Сейчас посчитаем, сколько мне бумажных. О, давай. Раз. Все, поставим? Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще некоторые там вадьбы или дома? Дома, наверное. Да, некоторые дома. Ага, да, некоторые дома. Ну, у меня много пятерок таких. Прекрасно. Просто не переключайтесь. Не переключаемся пока. Так, математику мы отложили, а это у нас что? Азбука. Вот как называется учебник по русскому языку. Так. А еще в конце я расскажу. Устная письменная речь. Что такое устная речь? Что такое письменная речь? Вот такие вот задания. Ну-ка. Дальше. Где вы там сейчас? На какой странице уже? Что-то в конец учебника уже полистала. Ты только начала учиться, уже где-то ты там далеко. Звуки в схемах обозначаются. Вот интересно. Мы остановились на этой христочке. Век живи, век учись. Край родной, навек любимый. Интересно. Повторение мать учения. Так, вы тут разукрашиваете. У меня тут четверки. Вот смотрите, пятерка. Ой, четверка, пятерка. Пятерка, пятерка. А вот такие печати ставят вам? Да, да. Прекрасно. Пятерка, пятерка. Пятерка, пятерка. Пятерка, пятерка. Пока здесь еще не поставили. Да? Это что, овальчики такие рисуете. В общем. Как по математике у нас. У меня четыре пятерки здесь. Пятерки, пятерки, пятерки. Какая молодец. Молодец, стараешься, видишь. У тебя такие штампики ставят. Ого. А вот это я не видела. Это задание такое, видимо, дали уже вам на дом, да? Ага. Понятно. Ааа, надо. Ну все, очень интересно. И вот это задание, это уроки. Интересно было узнать, что у вас, что вы проходите. Вот вместо палочков, крючочков, вот такие вот разные задания. Я сейчас ерунки поставлю. Ясно. Самое главное, что я вам хотела рассказать с моим рюкзачком, что мы поедем на Биби. То есть, получается, мы в воскресенье будем в школьном автобусе, если нам разрешит, у нас будет экскурсия, экскурсовод, если нам разрешит, мы будем в автобусе, а потом будет у нас пикник, и будет так круто. Только я не могу дождаться в следующее воскресенье. Это так круто. Мы будем ехать без родителей в автобусе. Ну, ничего, следующее воскресенье не за горами. А я хочу ясно. Я не хочу школьный. Ой, да ладно тебе уже. Я уже надоел. Еще вся жизнь впереди. Мой черт, гейтеобразный. Тут задания такие задают. Вот задали. Но мы уже начинаем делать. Только сначала на черновичке тренируемся, а потом в тетрадку переходим. Приятного аппетита! Мы с Настей сели обедать. Настя картошечку чистила, мы ее сварили. Курочка вареная у нас в филе. У Настя помидорчик. У меня винегрет. Настя не захотела винегрет. Я буду есть сегодня без хлеба. У меня все диетическое. Не, ты ешь с хлебом, тебе надо силы набираться. Просто мне сейчас надо пока диету пособлюдать. Меня не очень хорошо видно, солнце там сзади отсвечивает. Я, кстати, хотела девочке сказать, что мне кто-то написал в комментариях, что статины нужно употреблять постоянно. Нет, это неправда. На самом деле, в прошлый раз, когда я снижала холестерин, мне врач прописала статины и сказала пить не больше одного месяца. И обязательно при этом строгую диету соблюдать. Вот. Ну, ничего жирного, ничего жареного. В общем, все мало процентов. Молочная, то есть там обезжиренная, все такое вот. Ну, и поэтому у меня что? У меня салат винегрет, у меня вареное куриное филе, вареная картошка. Все. Ну, хлеб отрубной я ем, но в течение дня не больше двух кусочков. Поэтому я решила пока сейчас без хлеба покушать. А с хлебом я поем потом рыбку попозже. Все, мы с Настюшей поели-наелись. Теперь будем кушать еще арбузик. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Что у нас сегодня с погодой? Сейчас пока 17 градусов, но днем до 21. В общем, жарко не будет. Но ветерочек тоже так есть слабенький, но не сильный вроде бы. Нева чистая. В общем, за Настей сегодня опять я иду в школу. Решила я посмотреть, что у нас там в дальнейшем с погодой. На этой неделе. Но завтра уже будет похолоднее. 19, потом 16. Дождь пойдет. 16. Пятница, суббота, воскресенье. В общем-то холодно будет. Так. В понедельник начнет потихонечку повышаться температура. На следующей неделе до 25 у нас. И опять в будние дни за 20. А на выходные на следующей неделе опять 16, 16, 16, 17. В общем, короче говоря, с погодой все понятно. Ну, в принципе, неплохая погода. Так, конечно, потихоньку холодает. Осень как-никак. Сентябрь близится к концу. Ну, в общем-то, еще так температура терпимая. Ну, курточку надо подготовить уже, я так думаю. Вышла я, девочки, из дома. Иду в школу. Погодка хорошая сегодня. Так же, как и вчера. Слабый-слабый такой легкий ветерочек. Но тепло. Прям так классненько. Благодать. Благодать. Ой, каждый день удовольствие по такой погоде пройти. Ну, я вам показала, что там в конце недели уже дождик будет. Ну, посмотрим. Похолодает. Уже надо будет теплую, наверное, куртку надевать. Не знаю, посмотрим. Пока так, как вчера оделась. В общем, пока иду не торопясь. Время позволяет. Сегодня с Настей мы заскучим к ней домой. Переоденется она. И потом погулять надо будет с ребенком. А то дома целый день сидеть. Ну, ей скучно. Да и я с удовольствием по такой погоде подышу воздухом. Ой. Кайфово. Я аж не могу. Балдею. А у нас люди еще пока легко одеты. Так, загорелся зеленый. Ну, кто-то вот так же, как и я, футболочки. И кофточки. А кто-то даже без кофточки. Кто-то даже вообще с коротким рукавом. Ну, вот так вот все по-разному. Идем через дорогу. Машины вообще нет пока тут. Нужно идти спокойно. Прогулочным шагом. Прогулочный. Я иду пешком. Да что тут ехать. Одна остановка. Одна с половиной. Пешком. По такой погоде с удовольствием можно пройтись. Небо вот такое чистое. Почти безоблачное. Вот женщина идет в одной футболочке. Хорошо. А на солнышке вообще тепло. Даже. Вот на солнце вообще можно даже с коротким рукавом. У кого-то, наверное, уже холодрыга полную, да? Ну, мы на юге живем. Нам повезло. У нас вот так. Такой климат. Свернула я тенечек. По тенечку пойду. У меня солнышке как-то жарковато. Припекает. Фух. Благодать какая. Сейчас вот еще хочу посмотреть. В каких дворах качельки есть. Чтобы где-нибудь забуриться так. Где тихо. На лавочке посидеть. Чтобы Настя покаталась. Вот тут я вижу. Есть такое дело. Хороший. Хороший. Вот такой тихенький. Я вижу качельки есть. Лавочки есть. Классно. Классно, классно. Вот там я вижу качельку. Лавочки. Такой дворик хороший. Такой тихий. Тенистый. Симпатичный. О, как классно. Тут на лавочке можно посидеть. Я бы тут здесь погуляла бы. Там дворики. Ну, будем уметь в виду. В общем, пока прогуливаюсь. Листиков желтых становится больше на земле уже. Потихонечку. Осень дает о себе знать. В общем, тут вообще ковер желтый. Так, ну что, телепкаем потихоньку. В общем, сегодня такой день на расслабоне. Никаких дел. Никаких особо планов. В общем, для разнообразия. Вот я решила, что мы сегодня прогуляемся с Настей до ее дома. Переоденемся. У нее сегодня тренировки нет. Но вчера из-за того, что тренировка, я поэтому уже... Ну, потом решила так попробовать у меня. То у нее, то у меня, будем, короче говоря. Будем смотреть по обстановке. Вот так вот. Так, ну что, я до школы уже почти дошла. В общем, рановато еще пока. Еще одна. Я не знаю, может быть, посидеть тут чуть-чуть на лавочке. Вообще не хочется мне пока одной сидеть тут. Ну, тоже качелька есть. Да, вообще во многих дворах есть у нас качельки. Родителей еще пока мало. Еще рановато я пришла. Вот тут дерево, я смотрю, это вот какая-то рябина или что это такое. Ну-ка, величин. Гроздь висит. Вот такое дерево. Еще вот там вот тоже очень много этих гроздьев висит. А это у нас шиповник. Только он, наверное, дикий какой-то. Хотя я не знаю, не разбираюсь я в шиповнике. Тут же подсохший. Смотрите, какие розочки красивенькие, девочки. Давно я вам цветочки не показывала. Они такие тут разноцветные. Сдалека вообще красиво смотрится. Какая красивая роза. Желтенькие есть. Красота. Красота. Ну, они прямо аж сюда пахнут. Подышать розочками немножко. Всем привет. Сегодня я уже иду со школы. Уже второй день. Жарко? Ну да. Потому что я вот это села, потому что жарко. Это раз, а два, что у меня вот подружка в школе уже есть. Кстати, я в Рибочке. В юпочке. В юпочке, да. Другой прикинь. И вот. И у меня есть подружка. Мы уже мамы дружим. И вот. И сегодня мы будем... Я сейчас пойду переоденусь. Все там покушаю. Да. Потом мы выйдем и погуляем с моей одноклассницей. Кстати, вам ее покажу и познакомлюсь. Все, я пошла. Ну, мы вчера мельком ее показали, девочку. Вот. Я... Договорились, что пойдем гулять на одну площадку. Пусть девчонкам будет веселее вместе. Я смотрю, рюкзачок не идет. Да. Классно. Ой, кекс. Какой зайчик такой пушистый. Носый мой котик. Ой, шерстяной при шерстяной. Такой хороший. Хороший при хороший. Ага. Всем привет. Подушечка просто. А не кошек. Котик. Все, у нас все село обедать. Сейчас перекусим и пойдем гулять. Сейчас найдем эту площадку. Мы с Настей вышли уже. Вот такие дворики я тут не ходила вообще, наверное. А может быть, когда-нибудь давно. Тихие такие дворики. Птички там что-то чирикают. Классно. Классно, тихо. В общем, сейчас идем сориентируемся. Пошли другой дорогой. А Настя, оказывается, не знает, на какой площадке гулять. Собрались. Сейчас отойдем. Вот там молоко. Машина. О, в деревню привозят. Машина едет. Молоко, сметана, творог. Все такое. О, сколько голубей. Смотри. Вот они тут живут. На солнышке греются, кушают. Пусть машина проедет. Вот они. У нас и нету, к сожалению, хлебушка никакого дать им. Если б знала. Да. Вот они тут. О, тут пятерочка рядом, я буду знать. Есть пятерочка. Тут у вас рядом, оказывается, есть пятерочка. Я думала, далеко от дома. Идем, идем, идем. Я смотрю, травка молоденькая. В сентябре, вот цветочек даже. А травка-то молоденькая, вот такой зеленый ковер. Пришли мы с Настей на площадку, а подружки нету. Настя огорчилась. Вот она сейчас там ей ватсап пишет. Может быть, они уже погуляли домой, пошли. А может быть, они еще и не приходили. Неизвестно. Вот такая площадочка. Но Насте одной скучно. А я сижу на лавочке в тени, так хорошо здесь. А я тут на лавочке висела. Хорошее место, такое под деревом. Тихо тут. Так хорошо, свежим воздухом подышать. Я кайфую. Вот подружка пришла. Теперь Настя радостная, радостная. Убираются, катаются, веселятся. Левчонки. На улице тепло. Поскидывали все свитера, кофты. Ну, при том, что бегают еще. Вот они, вот они, побежали, побежали. Девчонки набегались, напрыгались. Сели на лавочку. Залезли в YouTube. Ищут канал Мама-Тёля. Настя хочет подружки показать. Я же там и не снимаю иногда. Да, Настя? Я тебя сейчас снимаю, Настя. Вот. Теперь с подружкой. Это любимая подружка. Настя без нее даже гулять не хотела. Мы с Настей решили зайти чуть-чуть в фикс прайс. В тетради. Да, я хочу взять тебе тетрадку, чтобы, ну как, для черновика, чтобы ты могла там дома что-нибудь тренироваться. Так, взяли парочку тетрадочек самых дешевых, простых. Ну, как, для черновика. Так, не знаю, что-то долго мы тут гулять не будем. Сейчас посмотрим, что тут есть по игрушкам. Пока-пока. Все, Настюша уже наигралась. Оделась. И сейчас пойдет уже. Мама уже подъехала почти за ней. Выглянула в окно, девочки. А тут такой красивый закат. Ну, пока погода хорошая. И закаты красивые. И все. В общем, день подошел к концу. Настюша ушла уже. Ну, завтра опять я Настю буду забирать. В общем, я хочу это небольшое видео закончить. Смонтировать его. Потом что-нибудь новенькое вам узнать. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, девочки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Я смотрю, небо все красивее и красивее становится. И даже камера настолько не передает краски. Такие яркие. Голубые, оранжевые, голубые. Вообще красота. Красота. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!